Здравствуйте! На портале «Экзегет» мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас такой вопрос. Убийство на войне – это грех или это подвиг? Во-первых, необходимо точно понимать, что заповедь Божия «не убивай» или «не убей» по-славянски. Она говорит нам о том, что убийство является грехом. Что же делать в той ситуации, когда необходимо защищать свою родину? Может ли христианин, может ли воин, православный человек стрелять в противника, убивать врагов? Некоторые христиане отвечают на этот вопрос так, что «нет, не может». И именно на этом основании уклоняются вообще отнесения военной службы. Однако наш православный ответ звучит несколько иначе. Дело в том, что, к великому нашему сожалению, мы живем в мире, искаженным грехом, в мире, в котором далеко не всегда мы имеем возможность выбирать между грехом и полным отсутствием греха. Иногда мы выбираем между той или иной степенью греха. И в случае с войной мы имеем дело именно с такой ситуацией. Поскольку если мы не будем защищать свою родину, если мы не будем защищать свои святыни, если мы не будем защищать своих любимых, своих жен, детей, матерей, то все это подвергнется разграблению, убийству и так далее. То есть не будучи убийцей самостоятельно, ты становишься виновен в гибели гораздо большего количества людей. То есть уклоняясь от поступка, от подвига, я сейчас употребляю слово «подвиг» не в смысле героизма, а в смысле необходимости совершить поступок, необходимости совершить некое деяние. Ты оказываешься повинен в том, что зло торжествует, и это та дилемма, сопротивляться ли злу насилием. Это тот мысленный эксперимент, который был предложен еще Львом Николаевичем Толстым. Что делать, если на твоих глазах убивают невинного ребенка? Единственный способ остановить убийцу или насильника является убийство самого насильника. Вот Лев Николаевич ответил на этот вопрос отрицательно. Нет, ты не можешь убивать человека ни в коем случае. Максимум, что ты можешь сделать, это предложить ему убить себя вместо его жертвы. Но простейший логический ход говорит нам о том, что этот убийца убьет сначала тебя, а потом продолжит свое черное дело. Поэтому наш христианский православный ответ звучит так, что мы должны сопротивляться распространению зла в этом мире. По возможности делать это бескровно. Самым лучшим вариантом является наша молитва. Но в том случае, когда наши молитвы оказываются бесплодными, нам необходимо самим, или нам кажется, что они оказываются бесплодными. Когда Бог не посылает ангелов своих и не прекращает вражеское нашествие, например, мы должны брать оружие в руки и защищать свои святыни. Безусловно, это также будет являться грехом, как и всякое другое убийство. Но мера ответственности человека за убийство на войне несравненно меньше. Хотя церковные правила предписывают в том случае, если ты убивал кого-то даже на войне, воздержаться некоторое время от принятия святых христовых тайн, поскольку руки твои обогрены кровью, и таким образом это разрывает твое общение с Богом. А в утешении надо сказать, что вообще ратный подвиг, он оправдывается словами самого Господа нашего Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, где в главе 15 Господь говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. То есть полагать душу свою, то есть умирать на войне, защищая своих ближних, это, безусловно, христианский поступок.